Слава Господь! Выключи! Я буду идти на эту очередь. Нет, это погода. Осень всех на тебя Господи уповай, и дайшим крещеру благовременью. Отверзай, что Крещенную группу Твою исполняешь всякое животное благоволение. Слава Свои Сыны и Святому Духу, и дайшим крещеру благовременью. Господи, помилуй, Господи! Помилуй, Господи! Благослови! Освяти дары! Слово Твоего истинное! И сердца исполни благодарности за Твою щедрость! Хвала Тебя, наш Господь, отец Сын и Святой Дух! Аминь! Перед обедом иногда кое-что говорит. Вот здесь разные книжки принесли. Вот сегодня приезжал Сергей Павлович, вот возьмете себе по одной. Это у нас есть отец Павел. И он так вот собрал вместе тут кое-что. Ну, я две ошибки нашел. Буквы неправильно стоят. Просчитал. Возьмете по одной. Это Слово Божие, Святых Отцов, молитвы, кратко. Вот такая полная исповедь, брошюрка. Она бы издавалась до революции еще. Надо просто посчитать. Это не то, что как вот здесь вот начинает. А какая страна моя Украина? А кто Порошенко? Да Порошенко! А у нас паутинка. Этот знает или не знает спасение. Вот здесь вот по порядку все десять заповедей, девять блаженств и вообще в жизни человека. Как это бывает? Я хотел коснуться одного вопроса. Вот смотрите, все по пунктам разобрано. Выберите время и посчитайте. Вот коснулось сегодня опять то же самое. Порща, то что нам Господь дает. Сергей Павлович приехал. Кто-то там купил хлеба. Сколько там кирпичей было? Не меньше десяти. Что? Холодное место куда-то в холодильник стунули. Я жизнь прожил, этого не видал никогда. Только перед этим сейчас я вижу. Вот посмотрите внимательно, гляньте сюда. Вот она закрыта или не закрыта? Закрыта или не закрыта, как считать? Здесь не мышь, а крыса залезет. Ну почему вот так вот не поднять? И вот так аккуратненько. Вот надел, все, тут уже никто не пролезет, даже кормак. Нет, вот как попало все время. Там его открыто опять. Только положил, закрыл. Там внизу тоже, дал сухари. А сухари это хлеб испортили, он липкий, стал на суше. Собачкам. Что за отношение к хлебу? Мы испортили собачкам. Собака хлеб это не ест. То есть в ней должно что-то быть мясное, молочное, рыбное. Это хищное животное. Вот такое везде легкомыслие. А за порчу надо отвечать. Испортило? Посчитай сколько норм испортило. Столько останься без хлеба. Ничуть не бывало. В мешочке лежите, я гляжу, оно доступное. Там мыши могут быть не закрыто. А это собачкам. Но если собачкам, то зачем мышей это все равно? Это раз за оправдание. Ты закрой так, чтобы ни одна мышь не могла нигде достать никак. Сегодня хлеб привезли, я сказал его разрезать. Даша не сказал. Разрезаны в холодильник. У меня ни слов не хватает еще. Да как же вы жили-то? Хлеб наш, насущий, Даши нам. Это от Бога дар. Мы не знаем, с чем ангелы питаются. Но зато он говорит, если они питаются, то хлебом каким-то. Хлеб ангельский ел человек, написано в Салтыре. Хлеб ангельский. Ни варенье, ни мед, ни молоко. Хлеб ангельский. А как? Никак. Сушить. Перед войной готовятся, когда специальные способы сушить хлеб. Не морозить. Хлеб зачем морозить? Хлеб в холодильник. То есть туда сапоги в холодильник. Так можно что угодно. Самому залезть в холодильник. Преступники зашли, там захватили детский сад. А заведующего в холодильнике заперли. Ну огромные там холодильники такие где-то. Это разве правильно? А дети все это видят. А ты говори и приговаривай. Как хлеб? Разрезать. Разрезать? Ну не сказал. Весь хлеб. Слово весь не сказал. Потом три разрезали, а три не разрезаны. Володя, я тебе сколько раз говорил. Ты видишь какие люди. Они не научены были. Дело в том, что это моя вина-то еще. Я в принципе даже это за вину не считаю. Потому что хлеб мы чашки все время залезаем. Если мы его засушим, залезать нечем будет. Одни сухари. Вот обмахни. Вот он делает сам обмокрый. Обмахни. Сушить. Подает сегодня мешочек, который порченный хлеб. Он взялся липкий такой. Посушили. В руках еще держит порченный. А новые порции уже на порцию поставят. Конвейером портятся. Я ничего не могу сделать. Вот Екатерина, ты это все вопросы задавай. Ты имей это ввиду. В лагере что у нас есть не испортить. Это непрерывная работа идет. Мы же выберем растительное масло и хава и все прочее. У нас большой зал. Мы уносим на столе. Выхожу на столе. В прошлом году было так. Привезли большие коробки. Там нашелся предприниматель. Там пряники. Какие-то галеты. Что-то такое. Прихожу. Распечатанные. Но распечатали одну коробку. Раздали, съели. Потом вторую. Нет. Подряд все распечатываются. А они запечатаны были. Видно, что там никакая тварь не залезет. Все надо распечатать. Я вижу. Или один у нас пришел из баптиста. Ходит в храм уже все. Молится. А потом вышел. Я говорю еще. Вот я смотрю на этих людей. А он из баптистов. Видел, какой там порядок. Сидят, слушают. Или Бог говорит. Тут одних дураков набрал. Или никогда их не избирал. Не разговаривать еще. Только свечку передай. По какому плечу передай. У, баптисты не берут. Не прочее. На какое? Слово воцерковление придумали. Нет этого слова? Нигде нет. Воцерковление научиться свечки покупать, ставить. Есть рождение свыше и мертвое. От смерти в жизнь. Вот оно. Перешел от смерти в жизнь. Вот это главное. Где оно? Евангелие Теана 5.24. Ты мертвый был? Дела мертвые. Ты живой, тебе все живое. Да тебе до всего дела есть. Нет, опять то же самое. Три кирпича разрезали, а остальные соликон и... А где? Уже в мешке, в мешке в холодильник. Как будто хлеб это главный враг. Нужно уничтожить. Приложить все силы, чтобы он пропал. Вы не понимаете, что перед Богом это? Перед Богом мы выглядим неумными. А Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью. Это обман, что Бог любит всех. Бог грех не навеет, а грешника любит. Это баптистское, стектантское. Как это? Грех у него что? Какая-то паутина висит отдельно, а сам он хорошенький. Грех внутри. Грех делает человека грешником. Бог ненавидит грешников и уничтожает их. Считаем на 15.6 Ереме. Бог говорит, я устал миловать. Ты оставил меня, и я покинул тебя. Ты делай все, как положено. Про это я уже говорил. Ни одного кирпича хлеба, который ты сегодня из печки вытащил, Сразу его разрезай, сразу выноси. Ну, там, бывает, воробина летает или курица. Поставь. Можно сделать на решетку. Жаркий день. В один день можно сделать. В армии это делают сразу. Что интересно, в армии там вообще приходят, ну, никакие люди. В один день научат. Сразу вот это разрезают по вдоль и сразу сушат. А он залезает, девчон. Залезает пальцем, бумажкой, чем угодно. Хлеб должен быть высушен. Хлеб должен быть высушен. А как? Ну, очень просто. Вот у нас Игорь где-то познакомился с хлебным заводом. И там, ну, бывает какая-то нестандартная, там, что-то такое помяли. И поэтому дешевле продают. И он этого дешевого мешками мне возил. Я пристой на решетке, над печкой топлю. И сколько? Двенадцать полных мешков засушил. Полных мешков. Совершенно высушены. Только так, кресло, нигде нету. А когда она не стариком высушена, а разломаешь, а в середине она как резина тянется. А куда столько? Всем надо. Я объявил здесь. Кому надо бесплатно. А нас тащили. У кого детей много, то взял два мешка на плечи и понес. Ну, ты не будь бесплодным. Нельзя же так вредить. Сейчас кое-что вынесли. Гляжу, печка уже за время сколько остывала. Она уже просушила половину. Ничего подобного. Добавить в печку что-то. Там сожги немножко, там какие-то щипу. И чтобы просушить. Дальше погода была такая, ну, просто жарко было. В холодильник. Я никаких слов не нахожу. Вредительство. И вот здесь вот все это сказано. Одежда. Как с одеждой обращаемся? С обуви. Вот у меня, видишь, обувь какая она? Насквозь. Насквозь. Почему? Они давным-давно свой срок отработали. Ну, мне удобно в них. Они как туфли. Я такие не люблю. Вот как эти дырявые-то. У меня сапоги дырявые. Договорились? Хорошо слышала? Повтори. Сушить хлеб. Щеткой ясно объясняю. Хлеб привезли или испекли здесь. Сразу вынимаешь и сразу разрезаешь. И сразу обратно в печку сушить. Он должен быть высушен. В жизни Сергия Радонежского. Ему нужно поесть, а у него нету. У братьев есть, а у него нету. И вот он взял топор. Братья, кому может что-то сделать надо? Они говорят, да мне стенки надо. Это же такой труд большой. И он настоятель. Он игумен или кто там у них, там авва. И он топором работает, составляет. И брат тот рассчитывает. Зачем? Заплеснил сухарями. Настолько заплеснил, что когда он ел, а братья смотрели, и изо рта у него зеленый дым поднимался. Это не вредно было. То есть они сухари не могли сохранить даже. И это вошло в историю, это уже полтысячелетия повторяется. Они смотрели, как изо рта у него идет облако. Из сухарей, который он жевал. Значит, и зубы у него были. Так они нас услышали. Так, научи ее, рядом стоящего. Всем перескажи. За то, что мы портим, мы будем отвечать. Мы будем крошки под полом собирать при это время. Ну, отнеситесь к жизни своей построже. Это все входит в то, когда у тебя рядом люди, а если людей много. А если это как в детский лагере, им все равно, лишь бы ты на столе была. А на столе ты уже в прокисшее не подашь. Как сохранить? А сохранить, когда холодильник есть, там что-то можно поставить. А мы погреба делали, и туда зимой снег, дальше лед было, и делали холодильники. Сами себе обложенные. А там как делают, где большие, очень просто. Снег весной соломой его накрывает, и до самой осени, все лето снег. В снег эти ставят фляги, остужают и везут на молоковоз. Все у меня. Не портить. Вот эту книжечку прямо каждую минуту считайте на несколько раз. Это исповедь. Дети не знают этого даже. Где не слушаются родители, где лгуты, где обманывают. Дети лживые. Абсолютно в большинстве. Он или не знает, что это ложь, или... Тут такие рассказы даже есть. В одной книжечке прочитал. За стол. Можно вопрос? Давай. А если сегодня испекли хлеб перед ужином, можно на ужин подать одну попадную? Да не подавай, что съедет. А остальное изрежь. Оставляй. На завтра еще можно, пока он не испортился. Речь идет, чтобы не испортить. Он уже хлеб этот, уже к вечеру, уже липкий делается. Все. Там идет разложение. Добается плесень, а плесень это стриптоцит. С Богом. На стол. 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 aerosate намек nãoerkarrar pôr Germain Unterschiede O Субтитры сделал DimaTorzok